...промышленности, Министерство аграрной политики и продовольствия. С темой докладом. Нынешнее состояние и перспективы развития виноградерства и садоводства в Украине. Друзья, поддерживаем аплодисментами. Шановные коллеги, в первую очередь, дозвольте мне за доручением керевництва Минагрополитики передать всем приветствия и желания виновной работы сегодня и запевнить, что наше керевництво Министерства, на сегодня галузь садоводства и виноградерства это одна из приоритетных направлений, о чем вы сегодня увидите в моей небольшой информации, которую я вам сегодня надал. Кроме того, от себя лично, я хочу подякувать в первую очередь организаторам этого прекрасного захода, который сегодня происходит, это фирма Селенгента, это керевництво агрофирмы Белозерский, это керевництво фирмы Дельта Днепра, в которой мы прекрасном строительстве сегодня с вами находимся. А также от себя я еще хочу поздоровить, особенно мужскую половину, чоловейскую половину нашего зебраня и особенно человек старшего поколения, которые в свой час служили в Радянской армии. Сегодня день 23 лютого, поэтому всем приветствую всем святом. Время сегодня, хоть в Украине неофицийно, но мы с вами там служили, и это был какой-то процент нашего жизни, и это была история, и поэтому я думаю, что все с таким приятным почувствием памятают эти дни, которые были в свой час, и тому всех святом сегодняшний, 23 лютого. АПЛОДИСМЕНТЫ Невеличкий экскурс, я попрошу Оксану, чтобы она хотела. Значит, у нас есть стратегические направления развития, по-галазу. В первую очередь, это обеспечить производство науково-брунтованных норф-споживания, это 96 кг ягодов и фруктов, виноградов 8 кг, ну и хотя бы люди наши пили сухие вина, которые есть продуктом питания до 40 литров на людину, ну, сегодня мы, на жаль, лишь 50 кг фруктов споживаем, на жаль, лишь 2 кг виноградов и, на жаль, лишь 2 кг вина. Значит, расширить для этого нужно площадь до 220 гектаров садов и ягодников, до 80 тысяч хотя бы виноградов, и создать комфортные умовы для развития посреднего и малого бизнеса. Следующий слайд у нас. Вы сегодня видите, я не буду в деталях загострювать, на сегодня у нас, станом на 1.01.2016 года, значит, есть садов 234,8 тысяч гектар, из которых мы взбрали 1 млн 860,7 тысяч тонн, в том числе и ягод 243, и 45 тысяч гектаров виноградников, из которых мы взбрали 335 тысяч тонн винограда. Ну, внизу, вы видите, конкретно 63% в садах у нас яблонь, 26% кисточковых, ягод, 5% и 5% горьких. Значит, конкретно переробили винограду и виробили в нем 13 млн. дал, значит, из которых вироблено 17,3 дал винопродукции. Значит, ну, тут есть и импортные винограды, и, конечно, виробленные винограды. Далее. Значит, кроме того, наши рассадники виробляют садивный материал, значит, это в садивнице 5,6 млн. вироблено дерево, в ягоднице 4,4 кущевых млн. и 5,9 млн. виробленные винограды, которые занимаются наши рассадники, которые сегодня принимают. Кроме того, мы, ну, приблизительно до 40% потреби, сегодня закупируем сертификованного садивного импортного материала. Так? И перед вами также показатели экспорта и импорта продукции. Особенно хочу обратить внимание на то, что в этом предприятии, в том числе и в этом предприятии, где мы находимся сходу на 50,3 тысяч тонн по Украине холодильников с газовым средством, что позволило нам, как вы видите, в 2011 году мы закуповали яблок 109 тысяч тонн, на сегодняшний день он в 15-му 58 тысяч, в 16-му 50 тонн. То есть в 6 раз, в сравнении с 7-8 лет назад, у нас уменьшился импорт аналогичной продукции, которая у нас вирушивается, и мы сделали импортозамещение. Наступный слайд. Значит, ну, так же, вы видите, что сегодня показатели у нас экспорта есть. Это наиболее, на жаль, у нас сегодня, не на жаль, воно было не на жаль, до 70% винородной продукции шло в Россию. Там, где невибагливый покупатель, так, який, в принципе, ему было все одно, а по большей градусе. То есть сегодня мы должны с вами переориентировать рынок на Захид, на Захид, но там уже вы выбирали покупатель. Там просто Славянский, Беломинсне, там портвентер Семьорки не проходят, так? Значит, и тому туда надо уже, вы на эксклюзивный направление, и вы на продукцию все эксклюзивного направления. Клабонькие сорти, которых там нет, чтобы им было интересно, это типа пекурук в Одессе есть у нас, это грузинские сортирка, цедерли, сортирали, значит, их нема в Европе, они с удовольствием будут покупать, чтобы попробовать, что это за сортир. Або терруарного направления вина, який, ну, например, от Белозерки, свой микроклімат, там, в Береславске, может быть свой, там, в Одессе, и так далее. Наступный слайд. Поэтому, и так еще я обратил вашу увагу на то, что у нас дуже великий потенциал экспорта горехи. Мы сегодня пятая страна в мире, которая производит горехи. Причем 90% они сегодня, правда, не сортовые, они находятся у людей на дачах, там, на подвирьях и так далее. Промисловых нема. Значит, но разом с этим мы сегодня пятый в мире по экспорту, причем практически по всей планете. Наши горехи продаются, потому что это тоже очень важная тема, направление, почему я вам покажу. Наступный слайд. Значит, что у нас у нас по посаду, по восстановлению садов и виноградов. Как вы видите, показники падают и по садам, но все-таки, вот в 2015 году было 2,8 тысяч гектаров посадено садов, хотя, например, в 2012 году 4,7 тысяч гектаров. Садов и ягодников, это просто культура. А виноград катастрофично падает, потому что есть ряд причин, которые, ну, на жаль, не користуются сегодня виноградарства. За небо цей галузь и где, как видите, мы садили в 2007 году 5,8 тысяч гектаров виноградников по стране, то в 2015 году это уже было 200 гектаров, в прошлом году так же не больше, ну, вот такие показники. Наступный сад. Значит, разом с тем, это самое ягодничество, вот, вы видите, на подъеме, особенно там такая культура, как Лахина, если у нас в 2009 году всего было всего 55 гектаров в Украине, то на сегодняшний день у нас на сегодня 1100 гектаров, и прогнозуется, что в этом году будет 1300, и великий попит на ней неоградический. Наступный сад. Значит, позитивный фактор, который, соответственно, способствует покращению ситуации в этих наших галузях, это то, что выраженность садов виноградников у нас значительно будет. Если у нас при радянской владе 30-40 сантиметров с гектаров, например, у винограда по стране, и мы радовались с этим, то на сегодняшний день с меньшей культистой площадки мы в среднем по Украине, мы сегодня мы имеем 95 сантиметров с гектаров. Это средняя урожайность. Сберегание, как я уже сказал, и переориентирование предприятий на то, что сегодня уже много предприятий начинают выращивать органическую продукцию, которая имеет надзвичайный попит на западных рынках, куда мы с вами также должны переориентироваться, и с плодовой ягодной продукцией, и качественной. Что мы считаем, как Министерство, нужно в первую очередь заниматься решением вопросов. Первое – это восстановление государственной поддержки, которая значительно улучшила ситуацию, то, что есть. Значит, спрощение процедуры отримания ліцензий на виробничество вин, особенно сухих и плодово-ягодных, и медовых напоев, значит, что дать також пошту, появление новых видов продукции, которые будут использоваться подвищенным попитом. Значит, освоение внешних рынков сбуду, и переориентирование этих рынков, и виробничество в рассадниках безвирусного материала, чтобы не закупить его за кордоном, а мы имеем величезный потенциал, как людский, так и профессионал, и потужность, которая еще сегодня есть, которые могут вироблять этот материал сучасно. Следующий слайд. Значит, очень всех интересно, что мы скажем, что конкретно государство сегодня финансово вас поддерживает. Ну, как вы знаете, в этом году, как уже Шишенко сказал, у нас сегодня выбрали ПТВ, но сегодня 1% из всех оборудового виробництва, все-таки руководство нашего министерства, смогло добиться того, что Верховная Рада приняла в законе про бюджет 2017 года, что 5,4 миллиарда гривен повертается цель ГОЗ виробнику в різном виде всяких деталей. Значит, в том числе, на поддержку галузей винограда, распространительства и миллиардов, то 75 миллионов. Кроме того, 300 миллионов на погашение кредитной ставки кредитов, 300 миллионов на тваринство, ну, там кредиторка також. Значит, и... ПТВ, и ким, кто ранее отримал от реализации. Значит, в том числе, в цих ПТВ також сядет поддержка 15% от шкодования за технику, которую вы будете отримать, покупать от виробництва. 75 миллионов конкретно на садебництву и на родственных миллиардов за той же программой, что ранее была. Значит, а лишь, как вы видите, у нас на сегодня еще рахуется 175 миллионов кредиторских заборбованностей, то в этом году эти 75 миллионов пойдут в основном на погашение кредиторских заборбованностей. На следующий год, возможно, мы уже с ней випытаемся и будем восстановить эту поддержку, которая раньше была у вас от государства. Наступный след. Значит, ну, разработан проект про расстательство, який восстановить, не буду, тут уже меня махают, что много времени я занимаю. Наступный след. Так, значит, как вы знаете, снова про спрощение процедуры ліцензии. У нас была проблема, что маленькие предприятия не по силе было бы щоречно платить 500 тысяч за право реализовывать свою продукцию. Вы знаете, что, ну, завдяки нашей работе спільно с депутатами Рахованої Ради, значит, принятый закон, який тепер, если будут организовываться маленькие выработки, або восстановить те, что ранее, когда, то, что закрывалось через непосредственную плату, сегодня они уже могут не платить. Для того, чтобы спростить процедуру отримания ліцензии, сегодня наказано в Министерство створена комиссия, до которой вошли 8 чиновников, 11 представников громадских организаций, 6 представников предприятий, 1 депутат, значит, 4 аналитики ринку и 1 корреспондент. Значит, позавчора відбулася у нас уже перша нарада, на яку прийняті, наступний слайд, на яку обговаривалися питання, що в законодавстві у нас є проблема, особливо по аттестату виробництва, який видається, наступний слайд. Щоб його отримать, в людині надо пройти 5 министерств, отримать 134 документи, і це проходить роки, а він не може і отримати, і хабаріда є, і мортип'язан, що тільки не робить, а в цьому результаті не може. Наступний слайд. Тому оця комісія сьогодні працює, вона повинна напрацювати перелік мінімальних документів, які в електронному виді посилаєш, 10 днів чекаєш, не дали тебе досвід, і сам починаєш. Значить, крім того, моє міністерство будемо упорядковувати законодавчу базу, звертаємося до Кабміну, щоб він скасував отой 85-й наказ Драконавський, який сьогодні существує незаконно, значить, і контрольні функції надав Терспоживслужб. Наступний слайд. Таким чином, ми вже перше провели засідання цієї комісії, прийняли рішення, що вони оці пункти опрацьовують, дають нам, і ми включаємося в роботу як чиновники. Дякую за увагу, вибачте, що сумбурно, але в воєводі мені там 10 хвилин, і тепер огоротно поглядає, як може все це. Якщо будуть любого питання, я буду дуже вдячний, якщо ви підійдете, я буду вам детально поясняти, що ви.